Добрый вечер! Перепись населения, которую нужно было провести в Синайской пустыне, перечисляет каждое из колен Израиля по его численности, сколько было в каждом из колен. За этим, говорит, и было всех исчисленных сынов Израиля по их отчим домам, то есть по коленам, от 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле было всех их исчисленных 603550. Вот это количество мужчин старше 20 лет, которые было тогда в народе Израиля, это значит, что народ был как минимум 2,5, а то и 3 миллиона людей, если только мужчин от 20 лет и старше было 653550. И дальше Тура прибавляет, а левиты по их отчиму колену не были сосчитаны среди них. То есть то, что было сейчас произведено, перепись населения, перепись была неполной. Посчитали всех, почти всех. Одно из колен Израиля не посчитали. Колено леви, левитов не было сосчитано. Почему? И сказал Бог Мушетак, только колено леви не пересчитывай и не исчисляй их среди сынов Израиля. Это не случайно, их не забыли посчитать. На то была санкция свыше. Так сказал Всевышний, только колено леви не пересчитывай и не исчисляй их среди сынов Израиля. А ты поручи левитам шатер откровения, то есть мешкан, и всю его утварь, и все, что при нем, они будут носить шатер, и всю его утварь будут служить при нем, и будут стоять станом вокруг шатра. Казалось бы, здесь есть объяснение, почему их не сосчитали вместе со всеми остальными. У них отдельные функции. Они должны быть связаны с мешканом, с соборным шатром, шатром откровения. Они должны быть обслуживающим персоналом его. Они должны нести на всех переходах, когда еврейский народ будет переходить с одного места на другое по пустыне, то на всех переходах части шатра будут несут левиты, как его внешние части, так и всю его внутреннюю утварь. Они же будут служить при нем, и еще один момент, когда весь еврейский народ будет становиться лагерем на очередной стоянке, то Тура указывает точность, совершенно порядок, каким образом должна быть эта стоянка устроена. В центре должен быть, в самом центре должен быть мешкан, переносной храм, этот вот шатер откровения. А остальные колена народа Израиля должны располагаться четырьмя группами, в каждой группе по три колена вокруг мешкана. Это то, что называется деглея-мидбар, то есть станы, которые были в пустыне. А левиты не должны относиться ни к одному из этих четырех станов, они должны устраиваться на ночлег вокруг мешкана, вокруг соборного шатра. Так говорит Тура, все-таки вопрос остается. Верно, что они, у них есть свои особые функции, они связаны с мешканом, они связаны с шатром откровения. Они не входят ни в один из четырех станов, но при всем при том, можно было их посчитать вместе со всеми. Ведь и все остальные, всех остальных евреев тоже считали по их, как говорит Тора, по их отчим домам, то есть по коленам. Это не то, что всех в перемешку посчитали. А подсчет был, сколько колен Рувен, и сколько колен Шибон, и сколько колен. Каждое колено по отдельности. Ну так посчитали бы тогда вместе со всеми, и колено Леви тоже. Раши приводит объяснение уже из устной Торы, из Медраша. И сначала он дает объяснение такое. Царская гвардия должна быть сочтенной отдельно. То есть поскольку у каждого есть свои, безусловно, особые черты, свои особые функции, и каждый в народе Израиля занимает свое особое место. Это верно. Но среди всех индивидуальных и особых мест, место колено Леви особое. Они подобны царской гвардии. И как царскую гвардию не смешивают со всеми остальными войсками, а отдельно считают число войск и отдельно число гвардии, царский почетный легион, так же и здесь. Дальше Раша прибавляет еще один аргумент. Всевышний, зная, что все от 20 лет и старше, кто был сочтен. Вот по всей этой переписи будут впоследствии осуждены на смерть в пустыне. То есть у этой переписи есть еще и трагическая сторона. В разделе «Шлак Тора» повествует о том, как были посланы разведчики для того, чтобы разузнать, что творится в стране Израиля, перед тем, как начать вторжение в нее. Но получилось так, что разведчики вернулись в страны Израиля с ужасным совершенно впечатлением. И по информации, которую они передали, плюс они дали не просто информацию, а еще и свое понимание этой информации и свои рекомендации, что идти в Эрдс-Израиль в страну Израиля не имеет смысла. Более того, это самоубийство. То есть та страна, которую Всевышний хотел дать еврейскому народу, разведчики рекомендовали от этого дара отказаться. И поскольку народ внял их довода и не захотел идти в страну Израиля, то все это закончилось тяжелым наказанием. Всевышний объявил, что все те, кто были в этот момент в стране Израиля и плакали, выражая свое отчаяние и нежелание идти в страну Израиля, все те, кому было от 20 лет и старше, все они умрут в этой пустыне. То есть в ближайшие 40 лет все они умрут, не пережив возраста 60 лет, а уж новое поколение, только оно через 40 лет войдет в страну Израиля. Так вот, то, что говорит здесь Раши, что Всевышний, зная, что все от 20 лет и старше, кто был сочтен, будут впоследствии осуждены на смерть в пустыне. Зная все это, он повелел, чтобы среди них не было левитов. Почему? Почему им особая судьба? Потому что они, мои, и они не заблуждались, поклоняясь золотому тенцу. Поскольку еще раньше, еще до того, как случились эти события, еще до того, как были посланы разведчики, до этого колено левее отличилось тем, что оно было единственным из колен, и единственной группой сплоченной, которая не поддержала, хотя бы пассивно не поддержала идеи золотого тельца. Именно поэтому в дальнейшем пусть они не окажутся среди общей переписи, ибо по всей этой переписи люди, которые были перечислены здесь, те старше 20 лет, перечислены в общей переписи, все они погибнут в пустыне и не войдут в Ростисраль. Пусть левиты среди них не будут. Так говорит Раша. Я думаю, что имеет смысл здесь еще, может быть, имеет смысл здесь задать еще один вопрос. Как понять этого Раши? Из-за того, что левиты не согрешили в истории с золотым тенцом, поэтому пусть они не будут среди тех, кто умрет в пустыне вследствие греха разведчиков. Это же две разные вещи. Если смерть всем тем, кому было старше 20 лет в пустыне, если их смерть в пустыне – это результат греха разведчиков, значит, все те, которые согрешили тогда, все те, которые плакали в ту ночь и были готовы отказаться от земле обетованной, все они должны погибнуть в пустыне. А то, что они когда-то, может быть, проявили очень важные качества и когда-то они ввели себя самым лучшим образом, какое-то отношение имеет к тому, что произошло тогда, в ту самую ночь, когда люди плакали и отказывались от земле обетованной. А по-нашему, получается, что поскольку они себя наилучшим образом проявили в истории с золотым тенцом, поэтому они не попадут в число тех, которые погибнут в пустыне в результате греха разведчиков. Но, наверное, нужно сказать, хотя эта тема широкая, обширная, и входить в нее всерьез мы не сможем, но очевидно, все-таки, есть связь сущностная и глубокая между грехом золотого тенца и между последующим падением в истории с разведчиками, когда еврейский народ отказался идти в Российсраиль. На первый взгляд связи никакой нет. Ну, сначала была одна история, потом была другая история. Сначала был один грех, потом был другой грех. Общее, что почти все в этом грехе замешаны. Но очевидно, это не так. По крайней мере, на самом поверхностном уровне объяснение может быть такое. Грех с золотым тенцом, он прервал и поломал весь ход исхода из Египта. Исход из Египта мог быть то, что называется, на одном дыхании. Когда силою того самого исхода, силу, которую приложил Всевышний для того, чтобы вырвать еврейский народ из Египта, той же самой силой хватило бы для того, чтобы их на едином дыхании и ввести сразу в страну Израиля. Расстояние, которое нужно было пройти по Синайской пустыне, небольшое. Нужно было только по ходу дела, понятно, в Синае еще получить Тору и уже с Торой в готовом виде входить в страну Израиля. И тогда при таком развитии вряд ли нужны были военные приготовления для того, чтобы завоевать страну Израиля. Не силой меча она бы покорилась. И не нужно было бы посылать разведчиков для того, чтобы выведать, что там творится и какие там есть зоны, и какие там есть районы, и в какие места лучше сначала войти. Точно так же, как исход из Египта был абсолютно, был событием, которое стояло просто над всеми законами природы, над всеми возможными ограничениями. И так же, такой же силой, скорее всего, было бы и вторжение в страну Израиля и завоевание. Но так не случилось. Почему? Вот то, что переломило ход вот этого чудесного исхода, был грех золотого телца. И в результате есть два отдельных события, между которыми есть, конечно, хронологическая связь, но они происходят совершенно по разным сценариям и разные силы в них задействованы. Исход из Египта это одно, а потом завоевание страны Израиля. Вот в этом новом строении, в этом новом порядке страна Израиля должна была быть уже завоевана приблизительно так, как происходит в мире, когда какое-то племя пытается завоевать себе место под солнцем. И так это понималось людьми, что в такой ситуации нужно послать разведчиков, для того, чтобы они принесли информацию, для того, чтобы понимать, каким образом построить вторжение. Было понятно, конечно, что будет помощь Божья, она будет, в этом никто не сомневался, да, это само собой. Но это уже не будет на том уровне, как исход из Египта. Исход из Египта, мы видим, когда это было, когда еврейский народ стоял на берегу моря, стиснутый с двух сторон скалами, а с третьей стороны шла египетская конница, то были среди еврейского народа люди, которые сказали, надо сражаться, нельзя. на что они получили ответ, а вы стойте. Стойте и смотрите. Вам не нужно будет сражаться, вам не нужно будет даже пальцы поднять. Ашем илахем, ашем. Бог будет воевать за вас, а вы только смотрите и молчите. Вот все, что нужно делать. Это так происходит исход. Рассечение моря, как заключительный, финальный аккорд исхода, вот именно так происходит. Вы стоите и молчите, и смотрите, а Бог будет за вас воевать. Но вот уже с завоеванием Моя Сесраиля так не получится. А почему так не получится? Почему бы все не шло бы на одном дыхании? Грех золотого лица все переломил. И вот теперь уже нужно посылать разведчиков. А коли пошли разведчики, то уже это было испытание, и это испытание еврейский народ не выдержал. И вот здесь было это второе падение. Таким образом, есть, таким образом, получается, что грех золотого лица, он был в какой-то степени причиной, которая создала возможность, она не повела за собой однозначно грех разведчиков, но грех золотого лица создал возможности для грехоразведчиков. И поэтому те, благодаря вам, те, которые были не причастны никоим образом греху золотого лица, левиты, они не должны иметь никакого отношения и к тому, что произойдет в дальнейшем как результат грехоразведчиков смерть всех мужчин старше 20 лет в Синайской пустыне. Поэтому левитов считают отдельно. Это объяснение Раши. Имеет смысл познакомиться еще с объяснением, которое дает Равирш. Снова связывает, Равирш связывает это с тем же самым, с поведением левитов во время греха золотого лица, только не так, как Раши. А говорит он, просто, что произошло тогда? Тогда произошла конфронтация между всем народом и левитами. Тогда и оказались весь народ, все 12 колен по одну сторону баррикад, а левиты по другую сторону баррикад. Весь народ хотел создать себе некое подобие Муше, Муше ушел, поднялся на гору Синай, и его нет, и мы не знаем, что с ним было. Муше был человек божественный, теперь нам нужно его кем-то заменить, и пришли люди с идеями каким образом и кем и чем можно его заменить, то есть люди решили, что у них тоже есть возможность вложить свою лепту в закон Торы, они, ну вот, есть такая религия, которая развивается, и вот они тоже творчески внесут свои какие-то предложения, каким образом, чем можно заменить Муше, и какую идею здесь делать. Против этого левиты восстали, левиты были не готовы. левиты таким образом вошли в конфликт со всем остальным народом. И их место таким образом не среди народа, а то самое событие поставило их вне народа, они принадлежат только Мишкану, они принадлежат только соборному шатру, там, где находится скрижали, там, где находится закон, их место там, там они будут стоять лагерем, и поэтому считать их нужно отдельно, а не вместе со всем остальным народом. Вот теперь мы можем смело перейти к следующему отрывку. не будем читать подробно, как устраиваются все станы еврейского народа в пустыне вокруг Мишкана, а сразу перейдем к третьей главе, ее начало. Вот потомки Арона и Муше, в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай, и вот имена сыновей Арона. Первенец, Надав, Авио, Элазар и Тамар. Вот теперь в третьей главе Тора и подходит конкретно к переписи на этот раз левитов. В первых главах пересчитали весь народ, построили их в станы, четыре стана, а вот теперь наконец то, что сказано было раньше, что ты не перечисляй левитов среди всех сынов Израиля, то есть их нужно перечислить отдельно, вот сейчас пришло время их пересчитать. Итак, вот потомки Аарона и Муше в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай, и вот имена сыновей Аарона. Первенец, Надав, Авио, Элазар и Итамар. Это имена сынов Аарона, помазанных священников, уполномоченных на священнослужение. И умерли Надав и Авиу перед Богом, когда принесли чуждый огонь перед Богом в пустыне Синай, а детей у них не было. И священствовали Элазар и Этамар при своем отце Аароне. И сказал Бог Муше так, ты приведи колено Левии и поставь его перед Аароном священником, чтобы они прислушивали ему. И пусть они несут службу для него за всю общину Израиля перед шатром собрания, выполняя работы присвятилища. Вот такой отрывок. На первый взгляд, если его прочитать быстро, все просто, все понятно. Пересчитываются левиты, и начинается этот пересчет с семейства Аарона, который тоже был левитом, но только его семейство выделилось из колена Леви и стало семьей священников, священнослужителей. Но если мы будем читать внимательно и медленно, то обнаружим здесь в этом отрывке ряд проблем. Еще раз читаем медленно. Вот потомки Аарона и Муше. Я жду, что потомки Аарона и Муше будут перечислены сейчас, по идее, должны быть перечислены сыновья Аарона и сыновья Муше. В день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай. Вот это уже непонятно. Почему вот потомки Аарона и Муше в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай? А что за день до этого они не были потомками своих отцов? А через день после этого они, или через год после этого они уже не потомки своих отцов? Почему это в день, когда Бог говорил С Муше на горе Сина Может быть, имеется в виду Что вот эти потомки Как говорится, перепись на такое-то число На первое января Такого-то года в стране жило столько-то людей Может быть, это имеется в виду Тоже не совсем так Потому что дальше сказано И вот имена сыновей Арона Первенец Надав Авиу, Элязар, Ваитамар И дальше после этого сказано Что Надав и Авиу-то умерли Умерли перед Богом Когда принесли чуждый огонь Перед Богом в пустыне Сина А детей у них не было Значит, на тот момент Когда производится эта перепись Их нет в живых А ну тогда можно и объяснить, что да Почему она тогда перечислили Почему же их тогда Что это за перепись Населения, в которой Упоминаются имена Умерших Не мертвые души Гоголя На Авдин А это можно сказать А вот поэтому Тора и сказала Что вот эти потомки В день, когда Бог говорил С Муше на горе Синай В этот-то день они еще были живы Они погибли потом При освящении Мишкана Да, это объясняет Почему сказано В день, когда Бог говорил С Муше на горе Синай Но это не объясняет Почему тогда перепись Перепись-то делается Через год после этого И почему перепись Через год после этого Делается на состояние Которое было год тому назад В день, когда говорил Бог С Муше на горе Синай А не сегодня Когда Надава и Авиу В живых уже нет Нет. Еще один вопрос. Если сказано вначале, вот потомки Арона и Муше, и понятно, что мы ждем, что нам перечислят имена потомков, имена сыновей Арона и Муше, то имена сынов Арона мы прочитали. Их было четыре, из них осталось в живых двое. А где имена сынов Муше? Нет. А как же так? Ну тогда надо было бы сказать, вот потомки Арона. Зачем сказано, вот потомки Арона и Муше, если сыновей Муше дальше не перечисляют? И, наконец, последний, четвертый вопрос. Почему сказано, это имена сынов Арона, помазанных священников, уполномоченных на священнослужение, помазанный священник, Коэн Машуах, помазанный священник был, это первый священник, им был только Арон. Ни Лазар, ни Итамар не были первосвященниками? Почему они тогда называются помазанными священниками? Ну вот вопросы. Посмотрим, как отвечают на них комментаторы. И начнем мы с Раши. Раши пишет так. Вот потомки Арона и Муше, но Тора не перечисляет никого, кроме потомков Арона. То есть, начинает он с нашего третьего вопроса. Ответ на это Раши. Но они названы также потомками Муше, поскольку тот, кто учил их, поскольку тот учил их Торе. Следовательно, Тора этим хочет сказать. Того, кто учит сына своего ближнего Торе, Тора считает его как бы его родителем. Человек, который обучил другого человека Торе, он стал его родителем. Как это понять, что он стал его родителем? Но он его обучил, дал ему знания. То есть, он привел к тому, что другой человек заново родился. Здесь высказана совсем нетривиальная идея о том, что изучая Тору, человек способен принять новое рождение. И тогда выясняется, что у него есть его физические родители, те, кто привели его на свет Божий. А есть у него еще и второй родитель. Тот, кто обучил его Торе. Продолжает Раши. А почему сказано «в день, когда Бог говорил с Муше». Вот именно тогда стали они его потомками. Что это за день, когда Бог говорил с Муше? Это день дарования Тора имеется в виду. В день дарования Торы именно тогда они и стали, сыновья Аарона, стали потомками Муше. Ибо тогда он их обучил тому, что сам воспринял из уст Всевышнего. Итак, Раши объясняет нам, что хотя Тора здесь перечисляет только сыновей Аарона, можно их назвать потомками Муше и Аарона, ибо они физические потомки Аарона и духовные потомки Муше, которые обучил их Торе, и тем самым они как бы заново родились. Более того, объясняется, почему эти потомки в день, когда говорил Бог с Муше на горе Сена, ибо именно в этот день была дана Тора, благодаря которой они и стали потомками Муше. На первый взгляд, немножко недостаточно, ведь, понятно, до того, как была дана Тора, ее не было. Значит, если она не была дана, значит, возможности родиться заново при помощи изучения Торы тоже не было. Если так, тогда это очевидно, что если сыны Аарона стали потомками Муше благодаря Торе, значит, это могло произойти только начиная с того дня, когда была дана Тора. Так что, пока что кажется, это утверждение лишнее. Эти слова в день, когда Бог говорил с Муше, вроде бы все-таки лишнее. Надо сказать так, наверное. На самом деле, понимание наше, что если Тора была дана на Горезина и до этого Торы не было, оно ошибочное. Ведь наши мудрецы говорят, что и наши прадцы, они тоже изучали закон, они тоже изучали Тор. Тора была дана в форме обязывающих заповедей только на горе Синай. Но до этого тоже было что учить. Вместе с тем, благодаря учению тому, которое было во времена прадцев, вот это вот перерождение было невозможно. То, что было во времена прадцев, изучали предание отцов. Предание, которое предавалось от отца к сыну. От Авраама к Ицхаку, от Ицхака к Якову, от Якову, его сыновьям. Все они изучали это предание отцов. Эту традицию отцов они изучали. Но вот той самой силы в ней, в этом предании отцов, благодаря которой можно заново создать человека, дать ему возможность переродиться, вот этой силы в этом предании еще не было. Эта сила была передана только на горе Синай. На горе Синай получили Тору, называется импиагвура, как бы из уст всесильного. Вот это учение, полученное от Всевышнего и передаваемое дальше, снова по цепочке, по традиции от учителя к ученику, но теперь по этой цепочке идет не предание отцов, не традиция прадцев, а по этой цепочке идет теперь Тора Бога. Вот она в состоянии дать человеку возможность переродиться. Это Раши. Понятно, что объяснение Раши – это драж. Драж, который требует, как мы знаем, понимать стих буквально. То есть, если в стихе написано «вот потомки Арона и Муши», и дальше перечислены только сыны Арона, значит, сыны Арона являются потомками не только Арона, но и Муши тоже. Уж так написано. Остается только объяснить, а почему. Объяснение есть. Сина, которую дает Тора, переродить. Ну, а как объясняют этот стих комментаторы, которые объясняют пшат? Не требуя буквального понимания. Начнем с внука Раши, Рашбан. Он объясняет следующую вещь. Какой порядок? Торрес сначала пересчитала все колена Израиля. Левитов нет. Левитов отдельно. Теперь как начинаем считать левитов? Левитов начинаем сначала коины, семейство Арона. Они тоже левиты. А потом уже всех остальных левитов. Вот здесь вот, здесь перечисляются потомки Арона, то есть коины. А потомство Муше, оно упомянуто вместе с другими левитами. Как сказано, это продолжение нашей главы. У Киата семейство Амрама. А кто это семейство Амрама? Амрам был отцом Муше и Арона. А были у него еще дети? Были у него еще сыновья? Нет, больше не было. Стало быть, семейство Амрама. Это Арон, Муше и все семейство Амрама. Это Арон, Муше и их сыновья. Да, стало быть, сыновья Муше были подсчитаны в общем подсчете только не среди коинов, священников, а среди левитов, как семейство Амрама. Они относятся к колену Леви, ведь других сыновей Тулкиата не было. А Арон просто выделился и стал священнослужителем. А Муше с его сыновьями, они относятся к левитам. То есть, еще раз поясним. Значит, объяснение Пшат говорит Рожбам следующее. Сначала перечисляются коины. Кто это коины? Прежде всего, Арон. Арон, стоп, стоп, стоп. А Муше как же здесь? А Муше тоже имел статус коина. Он стал коином, священнослужителем еще до того, как им стал Арон. Он был тем, кто собрал мешкан, кто установил соборный шатер. Он был первым, кто принес в нем, пронесил в нем вверху. Он имел статус коина. Но вот что касается его детей, они уже этого статуса не имели. Они обычные левиты. А Арон, который стал коином, те самые сыновья, которые были у него, они тоже стали коинами. Таким образом, Арон и его сыновья, они коины. Поэтому, когда сказано, вот потомки Арона и Муше, перечисляются сначала только сыновья Аарона. Ибо они коины, который сейчас перечисляет коинов, а потомки Муше нет. Но все-таки уместно было сказать и Муше, поскольку они в дальнейшем перечислены вместе с остальными левитами. Так объясняет Рожбам. Что касается второго вопроса. Почему сказано, что это было в день, когда говорил Бог с Муше на горе Синай? Рожбам объясняет это в начале главы. Что вот в Торе есть обозначение. Иногда Тора говорит, что это было на горе Синай, а иногда говорит, что это было в Синайской пустыне в Соборном шатре. Объясняет Рожбам, что здесь проходит четко, уже на линиях, такой хронологический водораздел. Все, что было, все события, которые были до сооружения Мишкана, Тора говорит, где они произошли, на горе Синай. А все, что произошло после сооружения Мишкана, хотя лагерь евреев стоит у подножия горы Синай, но теперь это обозначается по-другому. В Синайской пустыне в Соборном шатре. Поэтому, для того, чтобы подчеркнуть, поскольку мы уже считали, что здесь упомянуты четверо сыновей Аарона, поэтому, почему их посчитали всех четырех, не знаю. Но, по крайней мере, всех четырех, как можно было считать, только в день, когда говорил Бог с муше на горе Синай, до того, как был сооружен Мишкан. Ибо, когда был сооружен Мишкан, в самый же первый день освещения Мишкана, двое сыновей Аарона, надавая вью, погибли. И поэтому, в дальнейшем, есть у Аарона только два сына. Так объясняет Рожбам. Сталось непонятно, мы уже задали этот вопрос, и Рожбам на него не отвечает. А почему нужно было считать число сынов Аарона на день дрования Торы? А, не, на тот день, когда производится перепись. А сейчас только два. Это первое. Второе. Рожбам объяснил Бабшат, почему неупомянуты здесь, почему сыны, точнее, почему сыны Аарона упомянуты здесь, а сыны Мишкан нет, потому что они перечислены в дальнейшем, ниже, с остальными левитами, перечислены и перечислены. Но вопрос-то остается, а почему бы, почему бы не назвать хотя бы их имена? Ведь в конечном итоге они тоже потомки Миши. Посмотрим другой комментарий. Рамбан. В принципе, он во многом следует за Рожбамом. Идет в том же направлении. Пишет он так. Бабшат, прямой смысл того, что сказано «потомки Аарона и Муше», заключается в том, что сыновья Аарона стали коинами, помазанными коинами, то есть священниками помазанными, помазанниками, отделенными от всего колена, став священнослужителями. А потомство Муше – это семейство Амрама, о котором сказано ниже. В этом отношении, что касается сыновей Муше, почему они здесь не упомянуты, Рамбан идет в след за Рожбамом, а они на самом деле счислены, они перечислены среди, как семейство Амрама. Там они учтены, их не упустили. Что же касается сыновей Аарона, и почему это именно в день, когда Бог говорил с Муше, имеется в виду, что это сыновья, которые стали священниками, священниками при жизни Аарона. Если бы у Аарона родились дети после этого, они бы тоже были коинами-священниками. Почему? Потому что бы они родились у Аарона-коина-священника. Такое определение. Кто есть коин? Тот, кто родился у папы коина. Если папа – это Аарона-коин, то тот, кто у него родился, он тоже коин. А как быть с теми четырьмя сыновьями, которые родились у Аарона до того, как он стал коином? Вот на них было отдельное повеление, что они тоже становятся коином. Это их помазание. Они становятся помазанными священниками, так же, как их отец. Отец становится первосвященником, они становятся просто священниками. И вот этих помазанных священников было четверо. В день, когда на горе Зинай была дана эта заповедь, чтобы они были коаним, чтобы они были священниками. В дальнейшем двое из них умерли. Но именно поэтому просчитывается, что было, кто были коаним, которые были назначены коинами, не родились уже коинами у отца коина, а были назначены, были помазаны на священство. Это четверо. Вот у нас два объяснения пшат. Но теперь нужны понятия, какая связь между пшат и между драж. Пшат, как говорят и рожбан, и ромбан, пшат здесь в том, что сказано, вот, потомки Арона и Муше, потомки Арона прямо перечислены по именам, а это сыновья Арона, а сыновья Муше не перечислены по именам, но они учтены среди семейства, среди всех остальных левитов семейства Амрама. И почему это действительно ясно? Потому что они при всем желании, при всем уважении к их происхождению, они сыновья Муше, но они не коины. Они левиты, поэтому их считают вместе с левитами. Как это связано с тем, что говорит драж, что сами сыновья Аарона считаются потомками Муше, ибо Муше обучал их Торь. все строение еврейского народа, оно находит свое отражение, вот в этом рассказе Тора о том, как были все евреи перечислены, поделены на колено, на лагедя, на станы. Все это строение, в общем-то, напоминает строение тела человека. А тело человека своим строением отражает весь мир. Так говорят мудрецы, что человек – это мир в миниатюре. Так построен лагерь. В центре его находится Мишкан. Вокруг него стража – это левиты. А другие евреи имеют право быть в этой страже или служить в храме не имеют. Никакого. Центр – так. В человеческом теле, например, знаем, что более всего охраняемые самые важные внутренние органы – это мозг человека и его сердце. Есть очень сильная охрана. Это крепкие кости человеческого черепа и крепкие ребра. Они охраняют сильнее всего. Именно так Мишкан находится в центре. Там находится скрижали закон, мозг Торы. Там же находится жертвенник. И мозг, и сердце еврейского наркота находятся здесь, в самом-самом центре. И по периметру левиты, которые охраняют это место. Но и левиты, они только охраняют его. А непосредственная служба принесения жертв – это только коины. А левиты могут? Нет, они не обязаны. Может быть, они могут? Нет, тоже не могут. Здесь есть очень четкая иерархия. То, что называется на нашем языке ехуз. Ехуз – есть сегодня такая дисциплина – генеалогия. Наука, которая говорит о происхождении каждого человека. И как евреи бы назвали ее – мишпахология. Каким образом происходят семьи, кто от кого родился, кто его были отцы, прадцы, деды, прадеды и так далее. Есть люди, которые занимаются этим серьезно, выясняют происхождение людей. Так вот, мы видим здесь в еврейском народе есть два вида, две генеалогии совершенно разных. Ехуз – это отношение по рождению, когда статус человека определяется тем, от кого он родился. Человек родился от матери еврейки, он еврей. А другой человек, может быть, очень хороший человек, но он не родился от матери еврейки, он не еврей. Человек родился еврей, но не левит. Может ли он делать функции левита? Нет, не может, никоим образом. А если даже он очень-очень-очень достоин? Нет, он не родился левитом. И левит не может исполнять функции коина. Каждый четко на своем месте. И никоим образом нельзя здесь смешивать, и нет никакого перехода из одного статуса в другой. Леви – это леви, коина – это коина, Исрой – это Исрой. Но есть и другое. Есть другой ехуз, есть другая генеалогия. Оказывается, человек, который рожден неевреем, может стать евреем. И это зависит от его выбора. И если он выбирает себе путь в жизни присоединиться к еврейскому народу, то он как бы заново рождается. Вплоть до того, что он теряет связь со своими биологическими родителями. У него это как бы заново рождение. И нечто подобное говорит здесь Намраши по поводу сынов Аарона. Они учили историю Муше. Они как бы заново родились. Это вот именно здесь самая главная точка. Сыновья Муше, их не подсчитали вместе с сыновьями Аарона. Почему? Потому что сыновья Аарона, они коины, и здесь считают коинов. А сыновья Муше, самого-самого-самого великого человека, они при всем желании не коины. И коинами они быть не могут никогда. Ни за какие заслуги, ни за какие коврюшки. А сыны Аарона могут стать сыновьями Муше? Да, могут. Если он их учил Торе, и они тем самым как бы заново родились, приобрели второе рождение, то тогда они становятся его. То есть выстраивается новая генеалогия, новое происхождение. Есть закон интересный в этом отношении. Как быть человеку, который узнает о том, что два человека ищут свои пропажи. Отец и учитель, наставник, который учил его Торе. У него есть возможность помочь только одному из них. Двум нет такой возможности. Либо одному, либо другому. Кому он должен помогать? Кому он больше обязан? Говорит Мишна в трактате Бавмицы, что он должен искать пропажу своего учителя, а не пропажу своего отца. Потому что его обязанности по отношению к учителю больше. Почему? Ибо отец, его биологический отец, дал ему рождение в этом мире. Это колоссальная вещь. Вещь, которая обязывает, и обязывает очень много. Человек, который вместе со Всевышним меня творил, я ему очень многим обязан. Но по отношению к учителю обязанность больше. Ибо он дал возможность человеку родиться не только в этом мире, он дал возможность человеку жизни в грядущем мире. Жизнь в этом мире, жизнь ограниченная. Жизнь в грядущем мире, она и есть цель, и она жизнь безграничная. Поэтому обязанности человека по отношению к своему учителю больше, чем по отношению к своему отцу. Снова мы здесь видим, что мудрецы говорят о рождении Отец биологический дал человеку жизнь в этом мире Отец, который учил Торе Отец, учитель, наставник Он дал жизнь человеку, он тоже дает жизнь человеку Это перерождение Добавим еще только два замечания Некоторые комментаторы спрашивают, а почему это сказано только по поводу сыновей Аарона Ведь на самом деле Муше обучал Торе всех Так говорят мудрецы, устная Тора зафиксировала Каков был порядок изучения Торы в Синайской пустыне? Получив очередную заповедь Муше, сначала обучал ей Аарона Слышав, Аарон садился справа от Муше Затем входили сыны Аарона И Муше обучал их, они выслушивали это И садились по левую руку Муше Затем приходили старейшины Муше повторял урок уже в третий раз На этот раз старейшинам они тоже садились Тогда заходил весь народ И Муше повторял урок в четвертый раз И выходил Затем этот урок повторял Аарон И выходил, затем сыновья Аарона И выходил, затем старейшины Таким образом каждый прослушивал четыре раза Получается, что Муше обучал всех Только Арон слышал этот урок три раза, сыновья Арона его слышали два раза от Муше, а старейшины один раз. Так почему тогда сыновьями Муше названы только сына Арона? Почему не весь Израиль назван здесь сыновьями Муше? Анациев в своем комментарии говорит, что помимо вот этого порядка, которым обучались все одинаково, был еще один урок, на котором Муше не просто обучал людей с законом Торы, а урок, на котором эти законы уже обдумывались, анализировались, перемалывались, сравнивались, из них выводились новые детали, новые конструкции. То, что в дальнейшем становится сердцевиной устной Торы, то, что в дальнейшем фиксируется в Талмуде. Вот это вот изучение глубокое устной Торы, оно в Синайской пустыне, в этом уроке не участвовал весь народ, в этом уроке участвовали сыновья Арона. В дальнейшем это учение уже распространяется и на весь Израиль. Но тогда в Синайской пустыне этим изучением занимались только сыновья Арона. А вот это изучение, оно способно дать человеку возможность возродиться, переродиться. А просто изучение Торы – это принятие информации. Просто изучение законов. Человек теперь знает законы. Но это еще не означает, что он заново родился. Начинаем понимать, что вот это вот утверждение о том, что человек, если человек обучал кого-то Торе, то тем самым его ученик становится как бы его сыном заново родившимся. Это не автоматически работает, и не каждый раз, и не в каждом случае. Прежде всего, как мы видим здесь, это касалось только тех, кто занимались глубоким изучением Торы. Но позвольно будет добавить, что можно иногда наблюдать, что человек, занимаясь даже, занимаясь Талмудом, занимаясь устной Торой, он остается тем же, кем был до сих пор, для людей, которые возвращаются к Торе, может быть понятно, что можно вернуться к поведению по Торе, а именно изучать книжки, которые изучают в Торе, вести себя так, как это прописано в Торе, соблюдая заповеди, не нарушая запреты. Но это еще не рождение заново. Для того, чтобы человек заново родился, ему необходимо перестроить свою личность. Тот самый термин российский «перестройка», не будем пользоваться термином «перестройка» – реорганизация человеческой личности. И пока эта реорганизация не произошла, то человек остался тем же человеком, который только ведет себя иначе. Предположим, если я очень вспыльчивый человек, но я попал на какое-то рабочее место, в котором я понял, что если я дам волю своему языку, меня из этого места рабочего вышибут быстро, и я останусь безработным. И я прикусил себе язык, и я молчу, мне плюет в лицо, а я вытираюсь. Это что, значит, что я изменился, что я изменил свою личность? Нет. Я просто веду себя по-другому, потому что боюсь, чтобы меня вышибут. Ну, как только этот страх у меня уйдет, вот тогда я всем сразу покажу, на что я способен. Это не изменение личности. Точно так же здесь человек, который по каким-то причинам присоединился и исполняет заповеди и ведет себя в соответствии с правилами, которыми обычно ведут себя евреи по Торе, это очень хорошо, но это не рождение заново. Чтобы родиться заново, нужно реорганизовать свою личность, а это серьезная-серьезная работа над собой, и она может быть достигнута только в борьбе с самим собой. И другого способа здесь нет. Этот выбор, который возможен, есть вещи, которые, границы биологические, которые мы не в состоянии изменить. Но вот этот вот выбор, родиться заново, стать новым человеком, на этом мы на самом деле способны. На этом и способны. И каждый человек может это сделать. Закончим только последним отрывочком из главы Бамидбар, который упомянем. Когда произошло это исчисление сынов Леви, то оказалось, что их всего 22 тысячи. Спрашивает Рамбан, как это может быть? Ведь на самом деле численность других племен, других колен Израиля была намного больше. Намного-намного больше. Скажем, словами Рамбана. Значит, число тех, кому было 20 лет и старше, не достигало половины самого меньшего из других колен. Самое меньшее из других колен, которые считались 20 лет, А, нет, они как здесь считали с самого младенческого возраста, коленами на шее 32 тысячи. А левитов, которые считали не с 20 лет, а с младенческого возраста, то их оказалось всего 22 тысячи. Это в два раза меньше. Как это может быть? Объясняет Рамбан ответ на это вот какой. Мы знаем, что еврейский народ расплодился невероятно в Египте. За 210 лет из 70 людей, которые пришли в Египет, их стало 600 тысяч только мужчин. Это 2,5 миллиона людей. Как это произошло? Благодаря тому, что говорит Тора. Но чем больше изнуряли их, тем больше он размножался и разрастался. Египтяне стремились делать все, чтобы сократить численность евреев. В ответ на это проведение, как говорит Тора, чем больше изнуряли, тем больше он расположался. Но левиты, которые не были в рабстве, и их не угнетали, и их не изнуряли, то не было противовес этой силы размножения и расплодения. Поэтому таким чудесным образом размножились и расплодились все остальные колена, но не левиты. Левиты оставались в меньшинстве. А нацих прибавляет здесь еще два слова, только намеком. Посмотрите вообще в мире всегда. Все, что самое ценное, его всегда очень мало. То, что менее ценного, его всегда очень много. Левиты – это самая-самая сердцевина народа Израиля. Поэтому их меньше всего. Иначе просто не могло быть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!